Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня есть проблема, я не могу познакомиться с девочками, испытываю переживания внутри себя. Простые советы, как просто пройти познакомиться у меня не работает, я просто не могу этого сделать. Пытался читать психологию, тоже не получается, хорошо общаюсь только в соцсетях, в жизни даже слова сказать не могу. Помню даже когда знакомился, просто прошел девочек, сказал привет, после потерял дар речи, просто не мог ничего сказать. Что подскажите сделать у меня есть друзья, только интернетные и один настоящий друг в живую. Друзей девочек у меня нет. Даниил именно так зовут автором. Вопросы. Первое, на что хотел бы обратить внимание, это как ни странно, будет возможно для вас ваше имя. Вы называете себя не Даниил, а Данил. Как будто бы вы себя обесцениваете. Ну и, соответственно, возникает вопрос. Соответственно, возникает вопрос. Чем это связано? То, что вы себя вот так обесцениваете. Почему вы называете себя Даниил? Почему Дана, а не Даниил? Вот. То есть тут есть такое вот предположение, по крайней мере у меня, что вы не чувствуете себя взрослым. Вот. А чувствуете себя в какой-то степени маленьким. Вот. Чувствуете себя вы в какой-то степени, вероятно, уязвимым. Чувствуете вы себя неуверенно. Вот. И, соответственно, в первую очередь здесь нужно работать именно с уверенностью в себе. Здесь нужно работать, как мне кажется, с самооценкой. Вот. И здесь нужно работать над тем, ради чего вы знакомитесь с девушкой. Вот. К тому как, на мой взгляд, вот, по крайней мере из того, что вы описываете, я бы сказал, что вы не столько пытаетесь познакомиться с своей девушкой. Вот. Сколько пытаетесь себе, себе самому пытаетесь как будто бы что-то доказать. Вот. И ваша неуверенность такая, а поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Ваша неуверенность такая. Она не только с девушками. Она у вас связана, вероятно, с людьми вообще. Я, конечно, не уверен здесь, но это нужно подкорректировать. Это нужно так или иначе проработать вам. Вот. Поэтому ответ вам, который я мог бы дать сейчас, это определить для себя вообще свои ценности. какие-то ориентиры по жизни. Определить в том числе и свою модель мужского поведения. Потому что от неё, от модели мужского поведения, зависит то, с какой девушкой вы будете сближаться, с какой девушкой вы будете встречаться и так далее. Потому что в зависимости от вашей, в том числе гендерной, что у вас позиции, ситуация может, в принципе, развиваться по-разному. То есть, я имею в виду, что какие девушки вам, ну вот, например, по, допустим, темпераменту могли бы подходить и подходить к примеру. Вот это такой важный момент, как мне кажется. Дальше. Дальше. Немаловажным аспектом является то, интересно ли, например, вам, в принципе, ваша жизнь. А если интересно, то, как вы, условно говоря, это проявляете. Как, условно говоря, вы выражаете свой интерес к жизни, своей, конечно же, жизни я имею в виду. Вот это очень важный аспект, на который, как мне кажется, так же, помимо всего прочего, вам нужно обратить свое внимание. Потому что от этого, на мой взгляд, в том числе, зависит то, как вы будете выстраивать взаимоотношения с девушками дальше. Следующий аспект, если вы, к примеру, выделяете девушек какую-то одну, отдельную, скажем так, категорию, то есть воспринимаете девушек только как девушек, но не как, допустим, личностей, это также может оказывать существенную проблему, потому что вы не можете видеть в девушках личность, чтобы видеть в девушках личность, но не иметь интересов. Косвенные проблему, они связанные с, ну, не ними. Потому что любой человек, не только девушка, может, в принципе, чувствовать, что в нем, в ней нуждается. Если человек такое чувствует, то это его несколько опалка, вот это его несколько опвергает, это его несколько настораживает, потому что спасать в какой-то степени не хочется никого. Можно, конечно, говорить о том, что люди, например, злые, можно говорить о том, что никто ничего не хочет делать просто так, но мне, на мой взгляд, это некоторая такая сховастка, потому что мы живем в реальном мире, и в реальном мире люди хотят получать удовольствие от общения. Если от общения удовольствия люди не получают, то общаться, соответственно, не будут. Тут все просто, благо выбора. Выбор у людей, ну, как бы, достаточно выбор. Вот. Конечно, это грустно и, может быть, хотелось бы, чтобы было по-другому, но мы имеем то, что имеем. Вот. Поэтому здесь вот очень важно на это обратить внимание. Вот. А, по крайней мере, вам здесь, сейчас. Вот. А если у вас имеют место быть какие-то страхи, если у вас имеют место быть какие-то переживания, если у вас имеют место быть тревоги, то в этом направлении можно и нужно работать, потому что спокойно вам жить это может не позволить. Вот. Вот. Пожалуй, какой-то такой ответ я мог бы вам предложить с точки зрения психологии и с точки зрения своего опыта, а также с точки зрения своих ценностей, да, которые, условно говоря, у меня есть. Вот. Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Поработать со своими страхами, переживаниями, сомнениями вы можете с любым психотерапевтом, который вы можете выбрать у нас на сайте. Вот. Это будет, конечно, куда более эффективный способ вам помочь, чем вот тот способ, который вы выбрали сейчас, а именно задать вопрос. Я понимаю, что вы хотите посмотреть, вы хотите, может быть, подобрать себе психолога, вот. Вот. По крайней мере, мне, вот, хотелось бы так думать. Наверняка. Конечно, я этого не знаю, не могу знать, но будем надеяться, что это так. 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 Вот. На этом всё. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Я думаю, что это позволит вам начать работу над собой. Это позволит вам сформулировать для себя в обратной связи то, что, к примеру, вам показалось важным и цельным. Вот. И дальше уже двигаться в сторону непосредственно психотерапии. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь сюда. С помощью. Всё. До свидания. До свидания.